Это контроль сквозь БКБ, диздрафтор, кстати говоря, забирает себе ино-логик, гейминг, что письмо интересно. Потому что либо ты его забираешь сейчас себе, либо ты его даешь сопернику и даешь им возможность прямой, ну, прямо тебе контрить. Здесь это все просто как дважды два. И далее баны. Ну, а что баны? Баны, кстати, да. Под плеером у нас на Зубу ТВ появилась кнопочка, в которой вы можете прямо на нее нажать и участвовать в конкурсе на 50, в розыгрыше, вернее, 50 билетов на DreamHack. 5-6 декабря, разумеется, ВВЦ, ВДНХ, павильон номер 69. Все дела, так что всех там ждем. Бестмастер пятым пиком для четырех клеверов и лепрекона. Такой вопрос, немножко оффтоп. А на ВДНХ уже открыли каток, как ты думаешь? По-моему, да, да? Я не знаю, я на коньках вообще. Я просто любитель подобных мероприятий. Не, у меня каток обычно происходит, когда я это, ну, приму там, а потом просто на лед выходишь, и тебе весело. А я думал, каток, я обычно катком называю Спирита, если уж вспомнить. Интересно, кстати, когда, ну, вообще он будет именно здесь. А, пока вроде планов этого нету. Услышали мы, что ворак ладит? Да, 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 ну, поглядим, что будет дальше у нас с, так называемым, до ты. Это будет 15 декабря, 15 декабря, поэтому у нас DreamHack закончится в текущей, в рамках текущей меты, а там уже посмотрим. Да, и LastBan, это Viper и Broodmother от Knowledge Gaming. Но они бестмастера забрали себе, да, и я думаю, что остались довольны. Их пик, конечно, ну, довольно-таки крут, и инициаторы здесь есть классные, такие как бестмастер. Но если у SF в миде возникнут проблемы, а они могут возникнуть, хотя будет Bane стоять вместе с SF в миде, я более чем уверен, что свой дабл-линию он NLG выставит именно в мидл. Тут есть герои и на то, чтобы, опять же, знаешь, и на других линиях, поскольку, когда в мид идет дабла, они ослабляют свои другие линии. И там нужны сильные герои на них. Все очень просто. На самом деле у клеверов есть запасной вариант. Всегда. То есть, если у SF проблемы с демеджем, допустим, кей-нибудь с руки и с ДПС, он просто берет и играет в дабле с бестмастером. Ну, в смысле, куда можно ядненько, там, в мидгейме. Он объединяется с бестмастером, который ему дает возможность, как бы, оттачить побыстрее. А также много плюсов, на самом деле, у бестмастера. Это же еще и мап-контрол замечательный. И мап-контрол, он видит все прекрасно. И стакать себе мультик-кабанчиком. Кстати говоря, мап-контрол и сакса дает с агонимом, если будет. А я думаю, что это для него вариант очень даже неплохой. А когда у тебя Тинни, опять же, не знаю, я не устану это повторять. Тебе нужен, соответственно, запасной вариант. Потому что Тинни, хорошо, Тинни мидер. Все дела, его будет нянчить. Здесь Висп и есть вероятность того, что все у них будет хорошо. Но в случае чего, если вдруг этот молодой человек... Кстати, вот, да, по той самой стратегии, о которой мы с вами разговаривали еще на прошлой карте, они прямо сейчас, еще до появления крипов, врубают здесь деревья. Дабы после этого никакие споты не заблочить, и спокойно можно было бы отводить. Естественно, приходит Висп сюда, икает сюда, отходит, икает сюда, и ведет, по-моему, как-то вот сюда. Тем самым делает двойной стак. С Виспом можно, опять же, на рун-контроле хорошенечко кого-нибудь закинуть на хайграунд. Да, да, вот это самое. Это часто делает. Ну, сейчас здесь, как бы, может быть, в паблике оно и сойдет, но тут ребята больше стараются концентрироваться на том, что у них имеется. Это рун-контрол. И, опять же, пыренько представим команды. Спартан на Виспе, Мадар, Найбер, Спиритик, Скалибр, Натине, Милана, Дизраптор, Мич на Слардаре. Команда 4 клевера, Репикон, Пайкат, Нашадуфинди, Сакс, Исполнительная Сталкера, ЕГМ. Будет играть на бойнине, Ква, Дарксир и Секси-Баму на Бремастере. Разобрали руны, СФ и Висп. Соответственно, Спартан за тем, чтобы поскорее себе привезти Боттл, который уже, кстати, едет. Поэтому Мидл будет очень интересно посмотреть, потому что Пайкат его проигрывать явно не собирается. Тем более, это с Бэйном. Интересно. Тут и инфибл довольно-таки классная штука. Жаль, что она... Хотя не жаль, наверное, было бы слишком умбово, если бы она была более дешевой по мане. Вопрос такой, на самом деле. Был в голове еще вчера. Но, ладно, потом поговорим. Тем более, что в Миду у нас нападение на Виспа. А не друг друга, кстати. Экскалибр вон на Бэйна идет. А СФ как раз-таки Виспа старается бить. Только вот у Виспа есть чем регенерироваться. А Бэйн Бринца по Моджерайзе. Да, да, Бэйн Бринца. Что-то других. Паразитировать, в общем, других персонажей. О чем мы вчера говорили с Форсом, так под вечер, так может быть, Карма играет роль некая свою. Потому что, если ты посмотришь на флаги, например, Кливеров и вообще других команд, которые у нас присутствуют, сейчас у нас там Фердбат делается на Сакси, да, я так понимаю. Хотя нет, еще там и щиток был, и такое. Так вот. У них нормальные флаги и так далее, и так далее. Auto Knowledge Gaming просто чистый белый флаг. То есть они еще, типа, мол, играть не сели, но уже сдаются. Ну, не знаю, вряд ли. Вряд ли. Ну, просто, наверное, лагает. Да нет, это тоже на протяжении трех дней и флага никакого у ребят нету. Ну, вернее, он есть. Ну, они будем, да, сделает, наверное, флаг, но пока... Понимаешь, в чем прикол-то? Если бы, если не делаешь флаги сам, да, то они у тебя заменяются на стандартной стороне. Рейдент или Дайр, да? А-а-а. Да. А это именно чисто белый. То есть он не оригинальный, не лагающий, он просто... Ну, может быть. Ну, пока у них в рамках нашего турнира выступление не самое удачное. И, конечно же, в случае того, что к нам шесть команд попало, так бы могло быть восемь, в том числе команды из Поднебесной, которые, к сожалению, ссылаются на некоторые проблемы с различным родом вещами. Ну, не буду их упоминать. Сказали, что мы не хотим ехать по такой-такой причине. Их, в принципе, их объяснение и, скажем так, причины можно найти в интернете. Многие назвали их просто смешными. Возможно, просто нежелание ехать в такую удаль, играть с какими-то там командами. Зажил про Альянс. Я так угорел недавно просто. На тему того, почему Альянс не поехали. Нет? Ладно. Не важно. Тосов обратно закидывает Пайката, и это, скорее всего, будет первая часть. Да, очень много даймажа со Спиритов. Очень много. Он звать Эгем мог бы... Он отошел и вовремя взял момент тени, чтобы именно напасть на СФ. Найтмейр бы мог многое исправить. Мадара. Тут у нас бегает Саксон. Ну, эту линию можно, в принципе, сравнить. Это опять Нико на... Господи, на Дарксире и Саксона на Найтсталкере. Мы дабло это уже видели в их исполнении сегодня. Что, опять же, и в Харлине они были, и здесь сейчас на Изилейне. Делают свою работу. И, в принципе, милишному герою, такому как Мадара, стоять не совсем приятно. Обратите внимание, в том числе, и на его Крипстат. И обратите внимание на Крипстат Нико. И на прошлой карте мы, по сути, видели точно такого же Нико на Дарксире, который, ну, мало того, что и исполнял хорошо, и на стадии лейнинга заработал по максимуму. Видите, еле-еле принес классочку. Было у него много проблем с здоровьем, но, скорее всего, пока что ему ничего не грозит. С другой стороны, есть секси-бамбу, который топорами покидал знатно. И звери у него вкачаны тоже нормально. Нет-нет-нет, он кабанчиком и подфармывает, и мечи вот так вот. Просто смотри, он даже сейчас, несмотря на то, что у него хп меньше, он еще может отойти, и нормально она давать ему. Так что Бестмастер реально сильный герой на 1х1. Если помнишь, были времена, когда его реально в мидл брали. Его в мидл брали, его и в керри собирали через... По-разному. Там Момы. Да, через... Эти как... Ну, недавно это было. Я через Муршардики попробовал собирать. Но если говорить про старые добрые времена, то там Мом, ПТшка, потом Кираса какая-то поехала и так далее. В основном артефакты для команды, конечно, собирает. Раньше был смысл еще брать Аганима, и он в качестве инициатора неплох. Кстати говоря, Висп мог бы и погибнуть, если бы Сакс был рядом. Тоже самое Войт мог бы повлиять. Проблема того же самого мяча в том, что он сыграет на Слардаре. Вот сейчас прямо он остался в том самом положении, в котором у него нет, например, чтобы из-за чего уйти краша. Но вот его нету просто. Потому что он потратил никуда. Он знал прекрасно, что он не убьет этого бисмастера. Он знал прекрасно, что он этим крашем может не добить крипов. Я понимаю один момент, когда там, допустим, у тебя есть крипы. Но ты их размял все там, что он еле-еле размял. У них какого-то мало осталось. Ты нажимаешь краш, ты их убиваешь. Ты типа заформил, сэкономил свое время и не дал противнику возможность переединать всех крипов, которые там есть. Это одно. Когда ты просто подходишь, просто даешь краш по человеку, и после этого стоишь и думаешь, а почему у меня нету маны? Ты уже юзаешь спринт, и все. Это единственный скилл, который у тебя ман не требует. Кстати, сейчас ночь, Сакс и ищет. Ты видишь, он сразу возбудился, бегает по всем линиям, ныряет дальше, чем положено, но, к сожалению, пока найти себя он на карте не смог. Ну вот. В итоге у Мича есть бутылка, но ман не хватит на все вообще. Ну, вы что? Тут все бутылками обзавелись. Мич. Ну не только Мич. Все тут. Ну, вон, еще две бутылки у Виспа. Да, да, да. Это просто такой водонос, который будет заливать, заливать и заливать. Мадара. Мадару откилили, а вот и Мича забрали. Ну вот он пришел, ошибся и улетел, потому что Секси Бамбу был один на линии. Это не вмешательство извне. А Секси Бамбу просто справился своей задачей и вместе с Кабаном делает фраг. Более того, да, с небольшим монопулом, со всеми непиделами, то есть дождались, пока краж будет проявлен. А тут чем закончится? Милан. Ну, Глимс у него есть. Андерстрайк он дал. Этого мало. В Нэтмэри был Экскалибр, Перенэтмэрил Спартан. Проказ дают. Ну, полностью не может дать, маны не хватает, но Глимс под Виспа оказался очень даже кстати. Под Спиритов Спартана выглядит весьма себе органично. Либо иначе бы не убить. Я думаю, что вариантов других там не было. Эмпер Спирит на топе тоже можно молчание опять же. Скажем так, потому что у него там все крайне печально. Если собирались здесь опять формить НОЛЖИ, где-то у нас релокейт на нижнюю линию, далее будут проблемы. У кого будут проблемы? Сексибомба ушел, птица и видит как раз таки того, кто может для него представлять непосредственно угрозу. Сексибомба в бутылке блага ставят, сам на ней бегает. Да, он видит Мича. Он еще думает, пойти драться или не пойти драться. Но Мича он вряд ли заберет, конечно. Хотя, если тот выйдет куда-то поближе к руне, может быть. А в миде эти временем уже можно назвать драку выигранной. Форсел потеряли виспо НЛЖИ. Здесь встречается Сексибомба и меч. Ну, Сексибомбу там делать нечего. Можно вернуться и пофармить далее Блинкдаггер. Хотя, кстати, Блинкдаггер, Некра. В принципе, я думаю, что что-то из этой серии мы увидим у команды Форсел, конкретно у айтем Мордора Бисмастера. Думаю, что Некра, Блинкдаггер. Аганим, конечно, крут был бы, да? В миду Тосса, соответственно, с Тосом кидают мяча и у Пайката больших конечных наезжают домой. Просто легкий такой вылет. Вот, кстати, к вопросу о том, кто кого там подстраховывает, когда, допустим, нету Слардара Блинка, работает комбинация с Тосом, с Экскалибором, так же, как это было с Вингой в прошлый раз, когда нет Блинка. Окей. Винга подстанил, он подбежал, дал краш. Но это ошибка, понимаешь? Тут все-таки держать дистанцию от Экскалибора можно. Он же не мгновенно оказывается при том, он к тебе подходит, кидает тебя. Дистанцию держать нужно и важно в таких моментах, когда ты остаешься один, тем более. У нас восьмая минута, переходим на Натворси. Первое место на карте идет Экскалибор. Вот тут я его уже умею. Вот этого я и ждал. О чем я говорил в конце прошлого матча. Он хотя бы, пускай реализуется как игрок, за кем интересно будет наблюдать, который имеет усредненное КДА и так далее. Сейчас он на весьма достойном герое с хорошими показателями на данный момент. Эмбера вновь убили на боте. Могли обратить внимание. Пайката ведут в лес его помощники. Правда, помощники бы еще сделали стаки, было бы еще лучше. Именно так. Так, Сутини, вот что мне интересно на самом деле. Где его затар, если только не бутылки, которые лежат у Спартана сейчас пока где еще одна? А, еще одна в Курьере. не в Курьере. Да, барабаны появляются в Аспартане. И тут у него не возникнут проблем, потому что тиммейты за него впрягаются. Митч уже под Найтмаром получает очень много дэмэджа Скайлопа, не только. Войт добавляет Найтсталкер. Два фрага делает команда Форселл в миде. Мека удароксирована, ее сам заработал. На боте. Усердно фармя. Кор, какой герой. Ты так красивый. Опять же, хочется отметить то, что преимущество, оно потенциально будет расти сейчас, если все будет так же. Обратите внимание, как это стояли именно на стадии Лейнига Форселл. Это уже не первую игру так они делают. Мадара у себя опять ничего не получил на линии. В Харде оказался, спрашивается, ну, чем-то мы занимались саппорта, всем денег не получал. Никой здесь ставит стенку, релокейт сюда уже идет, он пытается сбежать, приходит Спартан, глимцует обратно, там-то его и заберут, спириты пошли. Он все еще жив, мека была. Все, пустили, сколько ж можно. За это время уже подошел разобрали виспать. Вот вам и Дарксир. ТП-шка есть. 2000 золото имеет в себе преимущество, в качестве преимущества ребята из клеверов, потому что это вторая карта предустояния 4 клевера и репрекон против Нологи Гейминг и при всем при этом клевера имеет 1 очко уже в этой серии. Да, они выиграли на прошлой карте. А Нологи Гейминг за весь турнир выиграл только одну карту. Но даже не матч, а карту. Помилана проблема, его немножко покидали топорами. Ну, Коэл сейчас через пару секунд будет, если будет сужен, он даст. Даже без этого обошлось. Опять же, хочется сказать уже, что стадио Ленинга в 10-й минуте 4CL выиграли, причем очень серьезно. Если своих оппонентов полностью в 2 раза перефармливают ребята из 4CL, это такие как Секси Бамбу и Никуа. Никуа перефармил Эмбер Спирит, с которым он стоял на линии, а Секси Бамбу перефармил Слардара, с которым он стоял на линии фактически в 2 раза. Это сейчас и дает свои плоды. Ребята, получили нужный ловелап. Никуа находится у нас наверху, добирают башенку, но не понимаю смысла приходить наверх, если ты Дарксир, который может объединиться со своими ребятами и устроить в миду замечательное действие. Там очень неплохой стадик-шторм был и не был, да? И Финс Гриб, второго Фраймал Рор, можно убивать двух зайцев сразу, ресурсы есть. Правда, потеряют Бэйна. Неудивительно, но все же Экскалибр вышел на Тинни. В два в два? Учитывая то, что еще и Дарксир, а нет, Дарксир не умер, там просто башни, если следит. Да, и вышку еще попробуют побить, почему нет, с кабанами, с Никуа. Никуа пришел сюда со стяжкой, уже со стенкой, да и с Меккой, поэтому проблем никаких возникнуть не должно. Урна появляется у Нотсталкера, плюс он докупает Смок, ну и, наверное, в ближайшее время мы явно что-то увидим. Пайкат решил опять не париться, и первым айтемом собрать Сен-Жен-Яшу. Смордар. Имеет ли он Блинк? Нет, не имеет. Денег у него вообще на самом деле в запасе не так уж и много, 0-3-2 парень играет, но не так все хорошо, как могло было быть. Смок разбивает команда НЛЖ, двигаются примерно на нижнюю линию, там есть Секси-Бамбу и компания, но в первую очередь найдут, разумеется, Саксу. Слушай, варды хорошие здесь стоят у команды Фурсел, но они им не помогут, так как это Смок, но Смок зареливили Секси-Бамбу без Праймал Рора, нужно немножко потерпеть, Нико получает ТОС, но стенка-то есть, ворвался мич, можно даже поставить, сейчас будет стенка, Кинетик Филд кидает ему сделать Нико, делает Иппал, понимаешь, что скорее всего драться, нет, надо, отменил ДПшку, погнали в драку, Старик Шторм стоит, уже выиграли фактически, сейчас Фурсел, Байбэк Квисп делает, возможно, сюда, мало ХП ускалибра, убивает его, можно подраться за Мадару, здесь еще он вдобавок, Кинетик Филд ставит Милан, не тут-то было, могут пойти пушить даже эту линию, потому что ее деппыть не станут, не как НЛЖ. Да, и Милан, тоже с Пиритами здесь задел, да и все, забрали его, Иппингриб Мадару, цепляет далее ЕГМ, Нико, Аймшел вешает на себя, Кайлом СФ помогает, но тут уже эвакуация от Виспа поспела, Висп разумеется, говорим, что продано, но с другой стороны Мадару может успеть за это время подойти и пытаться как-то его подсейвить, да, про него уже забудут, наверное, вышку забрали, Фурсел, и время терять не станут, тем более, там его и ждать добавок, так что они уйдут, еще зафармят Лиса, Крашана вернуться можно было бы несколько позже, хотя сейчас есть ресурсы, которыми можно забирать, там потанчить кабанами и т.д. и т.п. Некра 3 появляется сразу у Бесмастера, дело обошлось и без Брингдагера, он не видел в этом в принципе какой-либо необходимости, да, и в целом Некра смотрится уже 3 сразу на 14 минуте матча, тоже очень хорошо. Именно так, что ж, в Миду у нас, соответственно, есть Тауэр, Тауэр просажена где-то примерно на половинку, ты один стоит, все еще у Кливеров внизу. Ой, какой хороший сейчас, ух ты, Штос, Стан, Секси Бамбу, слушай Глипс обратно, немножко, такое, мисс коммуникейшн, я бы сказал, потому что Секси Бамбу жив, а если его покусить, собирались, то как? Икскалибур, от него получает сейчас Праймал Рор, начинает разбирать Пайкат, тут не до конца разобрал, потому что Старик Штор повисел сверху Милан, Икскалибур, отступает, но он все еще жив, Таусом здесь поднимает Саксу, Саксу все мимо, побудто пробежал, он жив, остался, Спарта выходит. Самый элемент этого замеса был не Сакс, никто и другой, а просто Некрач, на котором висит Айяншелл, который раздамаживал всех и вся, направо и налево, этим самым позволил еще и разобраться со всякими глимсованными, этими Сексибамбухами и так далее, и так далее, и так далее. Просто это комбинация дичай, что ты берешь парочку крипов, ты берешь Некрачи, ты играешь, допустим, на этом самом Вестмастере, накидываешь Айяншелл и идешь развлекаться. То есть, дело не столько, мискоммуникейшн, я считаю, что... Не, ну, когда врываются, потом цель глимсует. Извини, это, 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 скорее всего, просто глимс с, расчетом на отзон, ну, чтобы отзонить. Да, чтобы он Праймал Эрор дал оттуда, конечно. Но он и дал, Экскалибр же убили после, поэтому я считаю, что Дизраптор здесь все-таки зря это сделал, потому что он туда потом впоследствии поставил Старик Шторм, был бы там Сайланс, может быть, Экскалибр просто пошли. Нет, ты соберешься вот здесь, вот, да, и у тебя есть, находится здесь. Так, подожди, тут Милана нашли, Нинс Грим, ну, даже не стали тут особо заморачиваться. Ты соберешься вот здесь, вот, соответственно, у тебя, получается, есть здесь бисмайстер, он придет куда-нибудь сюда и дальше может на хайграунд завозить какие-нибудь там какие-то скиллы, если он заходит сюда. Если вы врываетесь, вы его откидываете, допустим, с удышки, и, да, он не зацепил и с Аегисом готовы идти дальше. Конечно, готовы. У них все, кстати, есть уже. Тадо скиллы, она как минимум будет, во-первых. Вот, а во-вторых, о чем бесчеречь-то было, о том, что разделить драку на две части это очень хорошая идея. Сексимобу в очередной раз уже имеет праймарурул, который праймарурул, рор, господи, ты, боже мой, или какая-то? Ну, хорошо. Видим, как Форс Сиел на хайграунде погибает, благодаря, в принципе, неплохим действием Дизраптора, но, ну, не только. Нужно отметить работу Экскалибра, как он там ворвался и помог, ну и Слардар, который с тремя, ворвался по трем целям сразу. Мич, при том еще и всем хорошим выжил. Так что вот, можете посмотреть сейчас, сколько демэджа выдал Тинни, аж две с лишним тысячи после того, как ворвался Слардар. Так что ребята скооперировались весьма неплохо, получили три килла в копилку и две с половиной тонны денег. Одиннадцать, восемнадцать в сумме. Да, они отыграли. И Порси Эл здесь, я бы не назвал это даже ошибкой. Ошибкой можно лишь назвать то, что они выбрали не очень грамотные позиции и подставились так под Слардары. Несколько, может быть, не представляли возможным, что НЛЖ могут так еще огрызнуться, потому что действительно слишком вальяжно. Ребята заходили. Ну, там, кстати, пайкат еще с митчем здесь встречается. В целом, можно сказать, что НЛЖ молодцы, отыграли, но не все. Надо еще стараться играть дальше. Все же контроль над картой и пока что все еще за Створси Эл. Им нужно хотя бы что-то где-то повиженное еще поставить, потому что он у них фактически отсутствует и уже пытаться отыгрываться. Все зависит от них. Ребята, тем временем преимущество в 10 тысяч было слегка подрезано, ребятами, из НЛЖ. Ну, а... по этим билдам, если посмотреть, поглядеть. Ну, Экс Калибур. Еле-еле пытались себе что-то... А, вот у Миладо, кстати, тем более, не проблема. Топоры плюс праймал-рубраг. Да, с декрами. Любой праг можно фактически сделать. Тем более, когда у тебя такой зоопарк. Раньше говорили, муж я там директор зоопарка с всеми пламями. Да, здесь у нас теперь секси-бамбу. И давно уже прошли времена там пупейских этих... Да, и Аки тоже значение. Ох, помню я эти времена. А Еггер в следующем две минуты будет в руках у команды 4CL. Попытка зайти номер два. С Некрами даже можно с кабанами дистанционно убить вышку. Но чуть-чуть поддамажить сверху можно. Рынджовый барак стоит и ждет, когда вы уснесете, ребят. Рынджовый барак и играет 4CL. И после этого по возможности будут оценивать ситуацию. Главное, оценивать ее хорошо. Мадара приходит и там пока что Милан ну стоит. Позиция у нее неплохая. Он отсюда. Ох ты! Excalibur в спину с релокейтом вместе с виском. Пайкаты не дают кастоваться. Ставит старик штор в Нику, и стягивает двоих. Ставит туда стенку. Далее Мадара переходит далее. Excalibur бросает Пайката. Чина, в принципе. Мадара здесь уже подставился тем, что его тиммейты начинают... Они его бросили. Нищи Excalibur отошли, потому что не могут драться. Тафарына снигает из Раптора. Вновь по новому врывается с прокаста, как только откатилась у Тинни. Неплохо сыгранно в руках строит. И два их из них забрали. Третьего забирает Мадара. Остается лишь один секси-бамбу живой. После Аегиса появляется СФ. Пытается разлететься вновь. Праймал Рор. Туда же неплохой дэмэдж выдали. Очень близко оказался Excalibur. Ну а дальше у The5C тут просто нечего сделать. Он просто без... Ну, бесполезен в такой ситуации один. Ну да. Стоит отметить, во-первых, то, что человек, который чаще всего заливает драки ребятам из NLG, это тот самый Митч, который на Квапе вчера играл. Очень весело, разумеется, в кавычках сейчас на Слордаре показывать на лучшие результаты, потому что он мажет постоянно сейчас в этой драке являлся не МВПшником, потому что абсолютно спокойно взял и поставил по четверым до И5-го, скидка зацепился, соответственно, крашен. То есть не сделаю на этого, драка бы, как, ну, прекрасно понимаем, уже не перевернула. Могла бы быть проиграна, действительно. Она уже была проиграна. Кстати говоря, вот одну драку выиграли, потом из-за того, что карту выфармливают в 4CL, они это отыгрывают, потом опять они в драке проигрывают, отыгрывают две тысячи преимущества и сейчас опять всю карту держат в 4CL. Ну, чуть-чуть, конечно, уже себе там лес отвоевали NLG. По вардам, конечно, все так же у них печально, хотя это имеется у Милана. Варды, имею в виду, надо бы поставить. Ну, в центре один. Опс, где-то тоже можно поставить. Так что потихонечку и ребята возвращают себе карту, тем самым стараются больше фармить. А уж тем более, это сколько денег на тине. Это единственная, конечно, проблема команды NLG, что у них огромное количество денег сконцентрировано в одном герое. Соответственно, этот герой должен быть максимально защищенным. И пока вот я не вижу у него одного артефакта, но он у него сейчас вскоре, ну, еще может появиться. Я имею в виду даже, даже не знаю, БКБ имеет ли смысл? Праймер Рорг сквозь БКБ, Финс Гриф сквозь БКБ и по сути остальная вся часть дэмэджа она будет являться физической. Поэтому ему надо вармор собираться. А с Лордаром теперь в нем проблемы со здоровьем и как бы здесь ему уже ничего не поможет. Да, у него просто проблемы. Да. Он вновь поймал секси-бамбу. Вот он самый бисмастер, который с одной стороны может собираться в такого, ну, довольно гипичного персонажа. То есть он может и райт-кликать на кого-то, а может с помощью микры, с помощью некрачей, с помощью выводка, естественно, и кабана и всего прочих живностей брать и разбивать лица направо и налево. Главное, главное хорошо замикарить. И главное не дать сопернику этот самый зоопарк вырезать раньше, чем нужно. С другой стороны, опять же, нужно прекрасно понимать, когда тебе можно использовать и самые некрачи, когда тебе нельзя, потому что откат у них минуты. А в замесе они могут пригодиться. Конечно. Опять я покажу графики сейчас, конечно, все еще пока отыгрывается ФЦЛ до тех показателей, которые были. Могут, ну, в принципе, да, знаешь, они вот зашли, спушили что-то и могут продолжать так делать. Пэшки на Т2, тут, наверное, и смок пойдет, раз уж собрались НЛЖ. Тут, я думаю, возможно, ответные действия будут. Интересно, тут у нас что-нибудь есть. А тут смока нет, поэтому пока ФЦЛ держится больше на своей половине. Ну, тогда, как говорится, будем дожидаться Рошана, ибо он точно заставит команд друг друга. Ох ты ж как. Даже Секси Бамбу сюда приходит на травелах на своего, считай, совуха. И интересную позицию занимает. Правда, в ней, у него Вижен, ну, он несколько ограничен, да, но, в принципе, хватит ему здесь отсюда выйти на блинке и кого-то цеплять. Интересно, такую защиту встали сейчас с Фурцейл, надеюсь, что НЛЖ будут нападать, но те вроде как об этом даже пока не думают. План Капкан, скорее всего, с горы выходить, если будет контроль Рошана какой-нибудь, потому что до Рошана остается довольно-таки немного времени. Основное время еще даже не прошло, что тайминги должны быть довольно четкие игроков. В серии кто-то подойдет, может подфармить, может еще чекнуть Рошпит и так далее, и так далее. Бывает такое, что из серии, когда мы ничего не делаем, мы либо фармим, либо ходим на Рошана. Это вот СНГ Дота такая, но у нас, разумеется, для одного коллектива СНГ здесь нет, но порой я и за ними замечаю такие проблески этого самого менталитета СНГ-шной Доты. Ладно, смотрим наверх, что у нас здесь, у нас здесь Экскалибур, который, ну, кое-как себе с горем пополам вынес Агани Макерасу и которого, кстати, Секси Бамбу также может, ну, ладно, ему понадобится, может быть, здесь плюс один, потому что Экскалибур все-таки не такая. Тут у нас Релокейт по Пайкату, любит его и реально раздает, так раздает Экскалибур, Макл, мало того, что мега киллстрик, так еще и действительно без шансов для СФа в нужный момент, когда уже сейчас вот-вот, ох, это еще и Курьера, но это Курьер Сил Рейзен, что заметить, а здесь Спартан не дает уйти визбум, но ответ, конечно, более чем скромный, от него в миде у нас продолжение, здесь уже опять вновь Экскалибур делает враг, казался, им на эти Сталкер, ну и, по-моему, время и место самое подходящее для команды, о, нет, тут побоялись, что МВ-шку заберет Секси Бамбу, и крами, реакция от команды NLG, хотя я считаю, что они должны были пытаться зайти там, хотя бы, не знаю, а в Оршпит зайти и чекнуть хотя бы, они же не знают, что он там есть, но мы-то видим, что его нет, они могли бы пойти, его бы там не было, тогда бы они на карте вообще ничего не сделали бы, еще Т1 потеряли. Напоролись бы они на Совуха, и все. Да, вместо Рошана. Хотя они туда сейчас отправляются, могут чекнуть, пока СФа нет, нет Найт Сталкера, они думают, что он там находится и под минус арморкой будет. Господи, Shadow Fiend. БКБшка у него, это действительно полезно сейчас, давно уже надо бы, Пайкат, вовремя получает данный айтем. Теперь для него не таким опасным будет Экскалибур, а ведь эту БКБ он в какой-то момент действительно прям-таки отсрочил у СФа. 2000 голды на руках Эмберспирита, Мадар что-то с этим придумывать, я не знаю, Мадаро их пока что не тратит, может быть ему можно как-то выживать, может быть ему нужно как-то задавать темп драки, нарезать сфистов и так далее, и так далее, пока что 2-3-6, никакой пользы в замесах, кроме контроля некого, да, со связочек, ну и небольшого, да, уже совсем, который уже на 26 не чувствуется, он не завозит. Мадаро спартан уже готовится, к тому, чтобы драться за Рошана с Аегисом и смог, я смотрю, там у нас аж за счет СФа покупают за его личный счет и теперь, наверное, отправляется в 4CL, но я могу лишь пожелать им удачи, но на блинке Нико очень многое должен там сделать, если в драке с Рошаном, НЛГ выберут несколько неудачные позиции. очень многое сейчас это значит для игроков, здесь, возможно, вся игра может решиться, и сейчас игроки потенциально даже сравнялись почти, если в деньгах некоторые преимущества есть, то, в принципе, на деле оно может не оказаться, ну, ты ж как смог же ревилил, он использовал Ремнанта, видят теперь, что там по целу собирают, забирают Рошана и забирают его, я считаю, тут пока еще, ну, забирают там таки долго, могут поспеть за это время на ЛГ, подгоняют мяч своих тиммейтов, мол, ребята, давайте туда, и Милан туда бежит, все, но могут не успеть, садовух там, тем, что он, ой-ой-ой, тут иллюзии пошли, и Кинетик Фил, там птица находится, вижена она дает, но Рошана все-таки забирает Экскалибур, Экскалибур, мало того, что еще, ох ты, как отыграл, хорошо, но надо было туда еще добавить что-то сверху, в данном случае ставится Кинетик Фил, это от Милана, и туда Мадара, переходит к своим поближе, ибо могли сейчас его здесь оставить одного, он даже пытается оторваться, получает Сайленс, и умирает здесь он, и мало того, что умер он, так еще и Слардар тоже погибает, минус два, получается Экси Бамбу даблкил, более того, Спартана сейчас также убьют, потому что он пытался Мадару спасти в самую последнюю секунду, тизернувшись к нему, но не получилось, вот он Спартан, вот он пошел домой, да, минус три, мало того, что Адария, ну вот этот вот, ну не видели они, к сожалению, два байбэка уже сфорсили, форсел, ну не иначе, никак, и все равно остается меньшинствия без Слардара, все еще 16 секунд, сложно будет, конечно, если мы тут барак защитить, а есть еще и нижняя линия, но Тавр в топе может быть не позволится лишить их трех линий, стяжка вновь, стоит Экскалибр, под БКБшку дерется с Пайкатом, тот дирижирует, в принципе, много демо же не вытаскивает Экскалибру, но того Финс Гриппи держит Бэйн, тот не дамажет все это время, а в этот момент разбирает всю его команду, как только у нее заканчивается БКБ, упадает сам, остается лишь Мадара, Сайланса много, Сакс ему не даст, какой камбэк можно это назвать, по сути, с 10к отыграли ребятам преимущество вплоть до каких-то копеечных по деньгам, тем более фактически все отыграли. Как-то не чувствовали какие-то моменты, Мадара, который вроде как поставил ремнант, чтобы уходить, да, он заливил смок, я не говорю про Рошана, говорю, чуть попозже, когда они все уже отступали, он кидает, короче, вперед, да, вперед, вместо того, чтобы отступать и идти, он сначала прыгает фестами по ним, по врагам, которые уже двигаются к тому направлению, где у него стоит ремнант, да, следствием потом влетать на тот же самый ремнант, он хотя бы в другую сторону движется с такой же скоростью, как они, по сути. Да, да, он хотя бы в другую сторону бы его ставил.